Микс Ньюз. Программа «Синема». Поехали! Добрый вечер, уважаемые слушатели. Программа «Синема». Олег Пеков в этой студии. Ну и говорим мы про кино. Сегодня как раз-таки мы наконец-то встречаемся с представителем «Акмофилм» Александром Дубаневичем. Добрый день. Добрый. И наконец-то открываются кинотеатры. Уже можно практически... По-моему, получается, форум «Синема», кино «Аполло». Ну все почти открыты. Ну рижские точно все. Региональные вот в пятницу, по-моему. В Лепой откроются. Сигулзе. Ну и, конечно, возникает, я понимаю, что самая главная проблема для открыть кинотеатры, это, с одной стороны, можно открыть волевым решением, самая главная проблема в том, что показывать в кинотеатрах, потому что, понятное дело, что большие премьеры, они рассчитаны на международный прокат. И мы очень зависим от ситуации в других странах, потому что большие киностудии, которые вкладывают миллионы и миллионы, десятки, даже сотни миллионов в производство картин, им нужно, чтобы эта картина вышла сразу по всему миру. И, конечно, вот даже если у нас ситуация относительно спокойная и кинотеатры открываются, вот нам все равно не дадут посмотреть Джеймса Бонда раньше, чем его не выпустят везде. И новый фильм Кристофера Нолана, довод тоже не дадут, к сожалению. Переносили его уже несколько раз, вот последний, ну, 12 августа. Это на самом деле такой знаковый фильм в том плане, что, ну, как бы и Нолан говорил, режиссер фильма говорил, что он хочет, чтобы именно его фильм открылся, открылись кинотеатры после пандемии. Ну, пока в США там не выглядит так, что прям, ну, как бы там по волнам идет, поэтому все время переносят. Сначала была середина июля, потом конец июля, теперь вот 12 августа. Это дата, когда выйдет фильм? Да, и, соответственно, ну, по всему миру, потому что, конечно, хотя в Евросоюзе, в принципе, ситуация нормальная, много где открываются кинотеатры заново, уже открылись. К сожалению, пока США, большие рынки такие, как Россия, США, они закрыты еще, соответственно, нам его раньше посмотреть не дадут. Но в России уже, в принципе, через пару недель тоже. Да, 15 июля в России, ну, вот вроде как эта дата у них, открываются кинотеатры там с 15 июля в США, на данный момент 31 июля, ну, конец июля. Соответственно, пока дата довода 12 августа выглядит реалистичной, но ситуация меняется, опять же, как по волнам. Но, с другой стороны, можно поздравить с первым рабочим днем, то есть, начинают уже работать компании, которые занимаются кинопрокатом, уже без… Ну, то есть, это был длинный такой период вынужденности. Ну, простое, но так и есть. Так что, какие-то проекты появляются, и я просто хотел сказать, наверное, от всего кинопроката, что, несмотря на отсутствие какого-то нового контента, индустрия, в общем, нуждается в посещениях. Ну, есть, сейчас идут фильмы, которые, так сказать, прерванный полет, вот они должны были выйти в середине марта, или только вышли, такие как «Бладшот», и, значит, там наступила пандемия, и, ну, в общем, все как бы урезалось. Но эти фильмы, они достойны того, чтобы их посмотреть на большом экране, и приемлемая цена, в принципе, сейчас кинотеатры опустили планку билетов, поэтому я думаю, что… А сколько примерно стоит? Ну, я не знаю, могу это… Ну, где-то в районе 5 евро, наверное, так. То есть, ну, по сравнению с обычными ценами это нормально. Ну, практически в два раза дешевле получаются. Плюс, да, я хотел добавить, что плюс, например, есть, сейчас показывают фильмы в Аймаксе, в том же, или в Айсенс, показывают фильмы, которые, ну, достойны того, чтобы посмотреть их еще раз на большом экране, в хорошем качестве, с хорошим звуком. Это Нолана фильмы, все вот его, начиная от «Темный рыцарь», заканчивая «Инсепшн», и «Мэд Макс» последний, также «Гравитация» вот в эту пятницу будет в Аймаксе. Альфонсо Куарвана. Да, 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 это с Андреем Буллок, который, в принципе, возобновил эру космической фантастики. То есть, знаковый фильм такой, скажем. Поэтому, ну, как бы, да, понятно, что, наверное, хочется какого-то нового контента, но вот пока мы имеем то, что имеем. Ну, вот на сайте Forum Cinemas я вижу там 4,50, да, стоимость билета. То есть, в принципе, сейчас кинотеатрам, я понимаю, самое главное вернуть зрителя. Да, и тем не менее, в кинотеатре тоже соблюдаются меры предосторожности, то есть, зрители не сидят рядом друг с другом. То есть, залы, они не могут заполняться, ну, абсолютно полностью. Не, ну, конечно, там два сидения между сидящими пустых должны быть. Поэтому, конечно, ну, вот на сегодня по правилам заполнения, например, самый большой зал в Латвии, iSense, он как бы заполняется всего там на 200 мест. Хотя у нас 600 там с лишним, да. Ну, это в связи с правилами, iMax тоже самое. Ну, и другие залы, соответственно, теряют в посещении, естественно. Ну, как бы это вынужденная мера, тут ничего не поделаешь. Будем надеяться, что со временем, может быть, как-то это тоже изменится. Но, я напомню, телефоны нашего прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, то есть, начинают, возобновляют работу кинотеатры. И, может быть, вот мы говорим о том, что сейчас мы досматриваем, а в Европе, например, вот где уже открылись кинотеатры, какая ситуация, что смотрят в европейских? Там интересно, что везде по-разному, например, во Франции, они открылись 22 июня, по-моему, и у них сразу за первую неделю где-то миллион человек схлынул в кинотеатры просто. И хотя фильмы не были новые, естественно, какие-то старые, которые вот-вот должны были в марте выйти и не вышли, и очень хорошая, ну, для индустрии очень хорошая подпитка в связи с тем, что контента нового нет, и там 3 месяца простое, конечно, очень много потерял бизнес в деньгах. И, как бы, это, ну, хорошее, буст такой, подпитка хорошая. Ну, например, в Германии они открыли, и там, к сожалению, только 10% посещаемости, ну, от такой обычной посещаемости. То есть, люди там боятся, да? Либо боятся, либо хотят нового контента. В Испании и во Франции еще меньше, в Испании и в Италии еще меньше, там 7-8%. Ну, то есть, там два вот этих фактора, где какие ограничения, потому что во Франции, например, они отказались и от масок, и от расстояния 2 метра, и поэтому люди как бы пошли, ну, больше заполняемость залов чисто. Вот. Ну, хороший пример был с Данией, например, там повезло, ну, в каком-то смысле, в том плане, что там они открылись, буквально месяц назад у них открылись кинотеатры, фильмы «Маленькие женщины». Который у нас шел еще в начале года. Да, да, в начале года. Вот у них они, как-то он должен был выйти в конце марта, но в связи с пандемией не вышел. И вот он сейчас вышел, и, ну, у него хороший бас, он на Оскара номинирован был. Ну, фильм сам по себе хороший был. Известные актеры там, и Мэрил Стрип, и Тимоти Шаламе, и там огромное количество. И у них просто там обвал, ну, тоже, опять же, это ограничения. Какие-какие ограничения государство вводит? У них были, ну, не очень такие, не такие ограничения, как у нас, скажем, да, не очень строгие ограничения. И, ну, например, в Чехии там до абсурда доходило, я с коллегами говорил, там вроде как разрешили открыть кинотеатры, вы можете туда идти, все, но маски якобы нельзя снимать. Соответственно, это два противоречащих, как бы, правила, потому что люди идут и хотят попкорн, что-то поесть, еще что-то, но вот как на законодательном уровне этот момент они не продумали. Соответственно, люди не знали, ну, пойду я в кино, ну, хочется попкорна съесть, а маску якобы я должен вот носить все время. Есть некоторые ограничения в некоторых странах, где маска только разрешена, ну, точнее, маску нужно носить только, ну, когда вне зала. Когда фильм идет, можно снять маску, чтобы, наверное, поесть там. А в Чехии вот этого не было, поэтому дошло до абсурда. Ну, и вообще, мне кажется, что некоторые, ну, маски тяжело носить долгое время, потому что начинают полететь уши, то есть это, ну, как бы, такие неприятные ощущения, которые тоже, ну, создают такое не совсем примятное. Но у нас, я понимаю, что не надо. Да, в этом плане нам повезло, потому что кинотеатры открылись достаточно поздно по сравнению с Европой и другой, там, где уже месяц работают кинотеатры в некоторых странах. И у нас ограничения по маскам уже с 1 июля в общественном транспорте, насколько я знаю, с ней то, что уже не надо ездить обязательно в масках. И, соответственно, кинотеатры тоже, ну, не настаивают на этом. Многие в Фейсбуке спрашивают на аккаунтах кинотеатров, как же в масках. Ну, нет, маск не надо. Ну, то есть, это по желанию, если человек хочет. Ну, если хочет, конечно, никто вам не запрещает смотреть фильм «Маски», естественно. Насколько, в принципе, были ощутимы потери кинобизнеса? Я понимаю, что это то, что кинотеатры простаивали абсолютно, их нужно было каким-то образом там обслуживать, поддерживать. Это, я понимаю, что огромное количество людей, которые оказались без работы, я понимаю, что какие-то пособия все-таки они получили. Индустрия была, да, в простой, и, соответственно, государства были пособия, ну, хоть какие-то были, конечно. То есть, государство помогало. Помогало, да, индустрия помогало государству, конечно. Ну, и вот сейчас этот момент, который наступил, в принципе, что можно будет посмотреть в кинотеатрах в ближайшее время. То есть, сейчас мы уже упомянули, что это те фильмы, конечно, те, которые должны были выйти или уже шли в кинотеатрах, когда их прервала пандемия. То есть, это и «Бладшот», это и «Вперед!» мультик, это «Джентльмены» до сих пор еще идут, гостиница «Белград», я вижу. То есть, в принципе, «Капоне», который, мне кажется, его показывали по Нетфликсу. Они, да, некоторые фильмы, которые сейчас идут в кинотеатрах, они где-то выходили на каких-то дигитальных платформах, но не обязательно у нас. У нас, например, что касается нас, то у нас с этой пятницы стартует фильм «Восп-нетворк», который в российском прокате, мне кажется, назывался «Афера в Майами». Что-то такое, испаноязычный фильм про Кубу, про Фиделя Кастро, про шпионов. Но, что интересно, он как бы сделан с точки зрения Кубы. Обычно, наоборот, показывают, какая Куба плохая. Здесь режиссер снял фильм о том, наоборот, скажем так, плохие парни стали хорошими. То есть, это как бы там история идет о том, что внедряются кубинские, соответственно, шпионы внедряются в американские, ну, соответственно, в Америку внедряются. И наоборот, идет история с их точки зрения. И там собран такой хороший актерский ансамбль испаноязычный. Это и Гаэль Гарси Берналь, и Пенелопа Круз, и Эдгар Рамирес. Он тоже где-то выходил на дигитальных платформах, не буду врать, но, по-моему, не у нас. Вот его тоже можно посмотреть, будет с пятницы. — Что, если, вот заглядывая в будущее, ожидает, вот какие премьеры большие, когда можно будет уже ожидать чего-то такого действительно громкого, и те вот премьеры, которые мы не увидели этим летом? Потому что всегда ведь как раз-таки в американском прокате именно лето было временем самых главных премьер-года. — Да, там больших блокбастеров, да. — И практически каждую неделю там не протолкнуться было, то есть там каждую неделю выходило один, два, ну, даже иногда три каких-то больших фильма. И вот сейчас это затишки, это просто вот какое-то такое, ну, абсолютное отсутствие фильмов, что когда ждать их? — Ну да, к сожалению, большинство релизов на осень перенесены. Ну, вот я говорил, самый большой релиз — это «Теннет», «Довод» Кристофера Нолана, его фантастика. — Практически можно было перед «Звездными войнами» посмотреть маленькие кусочки? — Шесть минут, да. Шесть минут можно было посмотреть, ну, там какая-то очередная шиза от Нолана, то есть это очень интересно будет. — То есть абсолютно неизвестно. — Сюжет такой, да, непонятный, там что-то со временем связано, на самом деле мы сами не знаем до конца, о чём фильм. — Держится в секрете, то есть там даже, по-моему, герои, актёры, которые снимались, они тоже напускают туману, говорят, что я даже не знаю, я играю плохиша или там наоборот героя, то есть всячески запутывают, нагнетают, я понимаю, такую вот атмосферу. — Да, и там снялся сын Дензела Вашингтона, соответственно, все его хвалят. — И в сюжете понятно, что это вот попытка повернуть время назад, но это не путешествие во времени, опять-таки всё время подчёркивают, а вот… — Нет, там что-то, ну, я честно сказать, не могу ничего сказать, что там будет, но что-то очень интересное, конечно. — Ну и любопытно то, что если обычно, когда мы смотрим трейлеры, там, к фильму обязательно выходят трейлеры, и само слово «трейлер», в принципе, говорит, ну, это означает роли, где выдаются как будто бы самые, ну, сюжетные ходы фильма. Иногда бывает, что посмотришь трейлер, уже как будто бы фильм посмотрел, уже всё ясно, о чём фильм, какие-то самые смешные или самые драматические моменты в этой картине. А в случае с Ноланом, там, с этим фильмом, ролики абсолютно не объясняют, то есть, скорее, больше, ещё больше запутывают человека, то есть, непонятно абсолютно о чём картина, он примерно так же «Интерстеллар», по-моему. — Да, да, там, ну, как бы, в общем, понятно, что там идёт речь о спионаже и об управлении временем, но как это одно с другим, что там, какие персонажи действуют, это, да, это держится довольно в секрете. — Так что будем ждать с нетерпением, и вот 12 августа, это пока… — Ну да, держим, как бы… — Это будет первая большая… — Да, что они перенесут опять, но это надо смотреть по ситуации, конечно, всё зависит от открытых больших рынков Индии, Китая, США, России. — Латвийский, кстати, прокат, я имею в виду латвийское кино, мы-то независим, можем сами себе устанавливать правила. — Да, но это такая яма получилась на три, считай, месяца, когда нельзя было снимать. Сейчас потихоньку всё это более-менее оживает вся киноиндустрия, и у соседей наших в Эстонии, и у нас тоже, и с соблюдением всех, как бы, правил, естественно. Поэтому этот процесс, ну, дольше весь идёт, естественно. И в итоге, ну, самый, наверное, ближайший латвийский проект, он на декабрь сейчас стоит, это «Зема светки джунглюс», это «Рождество в джунглях». Этот фильм успели снять ещё до пандемии, сейчас идёт работа над «Цветокоррекцией» на постпродакшн. Это детское кино о том, как дети из Латвии уехали в Таиланд и, соответственно, там потерялись в джунглях. Ну, и вот там приключения такие, семейное детское кино. Причём, получается, что съёмки происходили не в Латвии? Не-не-не, это всё там. Но успели снять именно… Успели, успели снять, да, до этого всего. Что касается вот после довода, что… Я понимаю, что мы сейчас вступаем на такую очень зыбкую почву, где всё вилами по воде писано, потому что мы ещё раз всё время повторяем как мантру, что эти даты, которые мы называем, это всё, ну, пока что условные даты, потому что в любой момент их могут снова перенести. Всё зависит от ситуации в мире, всё зависит от динамики COVID в разных странах. В основном это, конечно, США, Китай, вот я понимаю, такие основные такие игроки на рынке, те, которые приносят самые большие деньги в кассу кинокомпаний. Ну, вот… Ну, можно, наверное, назвать антебеллум, это такой ужасник, такой, ну, как бы, black horror, это такой новый жанр хоррора, который начался с фильма Джордана Пиле «Get Out», прочь. Он как бы… То есть, это как бы хоррор, в котором главные герои чернокожие, и, соответственно, там это как-то завязано на… ну, как-то связано с расизмом, так или иначе, обыгрывается. Потом у него был фильм «Мы», сейчас на HBO у него выходит ещё сериал один, тоже что-то такое уже, он как продюсер, и Джордан Пиле, соответственно, который получил Оскар, номинировался, по крайней мере, за «Get Out» фильм. То есть, это такой новый ещё довольно свежий жанр, поджанр хоррора, ужасов, и, соответственно, антебеллум – это ещё один спродюсированный создателем этих двух фильмов, который я упомянул «Мы», «Ас» был такой фильм, и «Get Out», прочь. Это вот их новое, тоже завязанное что-то на, опять же, проблемах чернокожих. Сейчас, к сожалению, эта тема муссируется в связи с не очень хорошими событиями, но этот фильм, естественно, должен был выйти ещё до всех этих событий, до Black Lives Matter движения. Ну, как-то вот он сейчас в тему попадёт, в общем-то. Мы сейчас сделаем небольшую маленькую паузу, после чего продолжим программу «Синема». Напоминаю, мы говорим о планах кинопроката, каких-то ближайших премьерах. Александр Дубаневич, представитель «Акмофилм» в нашей студии. Продолжается программа «Синема». У нас в студии Александр Дубаневич, представитель «Акмофилм». Мы говорим про ближайшие премьеры, которые нам готовят в кинопрокате нашим латвийском. Говорим о том, что это всё завязано, конечно, на прокат международный. Но вот такой, может, не совсем приятный действительно вопрос, не боятся ли вот кинопрокатчики ситуации, что за эти три месяца, когда люди сидели дома, вот это будет утеряно, чувствуясь, люди привыкают, может быть, смотреть кино на маленьком экране и уже вот забывают, каково это аромат попкорна, большой экран, звук там и всё. Нет, ну, конечно, мы боимся. Потому что тенденция ухода в стриминговые сервисы, она была ещё и до пандемии, естественно. Ну, кино остаётся таким местом, где можно, ну, какой бы ни был хороший домашний кинотеатр, всё равно там, ну, большинства, подавляющее большинство, нет возможности посмотреть большое какое-то фантастическое кино на огромном экране с хорошим звуком. То, что предоставляет кинотеатр. Естественно, за время пандемии там стриминговый сервис скакнул вверх по сравнению с кино, кинотеатры везде были закрыты. Ну, как, насколько я знаю из исследований, показано, что, в принципе, это вполне естественно, что людям что-то нужно смотреть, и они идут туда, где это что-то дают. Но потом многие возвращаются к своим обычным привычкам. То есть, тут главное же ведь что? Главное, чтобы было безопасно, и человек себя ощущал в безопасности, наверное. Ещё одна вот... А контент будет, новый контент, естественно. Никто как бы не закрывал большое голливудское производство, и опять же, и российское тоже. Ну, вот продолжаются съёмки, я уже читал, что где-то возобновляются в Голливуде тоже там со всеми предосторожностями. Но вот как раз-таки вот эти несколько месяцев выявили ещё одну тенденцию, когда хлынул поток фильмов. Я сейчас просто боюсь вспомнить этот английский термин, который означает кино, который вот захват экрана во время этих... Скрин лайф. Скрин лайф, да. И вот эти «Сидя дома» сериал «Окаянные дни», только вот российские, сейчас перечисляю их, там уже вышло штук там пять, как минимум, вот они уже вот на слуху, которые по большому счёту стоят их производство, я понимаю, буквально копеек. То есть, это в принципе актёры чуть ли не записывают дома сами себя, то есть там везде видно, что они же указаны как операторы-постановщики. И всё дело в каком-то простом сценарии, шутках, гэгах, где сюжет развивается во время телефонных конференций и ситуации, связанные тоже с карантином, с коронавирусом, всё это. И в принципе, вот это ведь тоже появление такого большого контента, который очень дёшево стоит, который очень легко произвести. Не ударяет ли он по всё-таки производству картин, которые требуют действительно огромных денег для того, чтобы просто создать декорации, костюмы, спецэффекты, пригласить звёзд, которые стоят бешеных денег? Ну, то есть, вот не лишимся ли мы вот из-за вот этой конкуренции? Нет, ну тут всё дело в том, что ещё и до пандемии, в принципе, этот жанр, опять же, это одна из разновидностей творческого самовыражения. Например, Тимур Бекмамбетов, он продвигает очень активно скрин лайф, начиная у него ещё 5 или 6 проектов готовятся. Ну, это его просто какая-то фишка, который он считает, что за этим будущее, я так не считаю. И многие и в Голливуде так не считают. Ну, потому что, конечно, сейчас это всё, так сказать, попёрло, потому что, ну, это как временная мера, естественно. То есть, людям что-то надо смотреть, актёрам, режиссёрам надо самовыражаться, и это как временная мера. Ну, почему нет, не сделать, потому что стоит копейки, ну, и хоть что-то, чем-то заработать, хоть как-то там на стриминге ещё как-то. Ну, я не думаю, что это просто ещё одна ниша. И это началось, был такой фильм «Сёрчинг», это был, по-моему, в 2018 году, он вышел, и мы его тоже прокатывали. Это тоже спродюсированный Бекмамбетовым фильм, и уже тогда он говорил о том, что этот жанр, он как бы пойдёт, за ним будущее. Но пока я как-то не вижу, что это занимает какие-то лидирующие позиции. Ну, и, как бы, я не знаю, ну, для стримингового сервиса, наверное, это может быть, да, ну, надо ли тебе идти в кино смотреть на огромный экран компьютера просто. В этом вопрос, наверное. Ну да, вот что даёт всё-таки просмотр фильма в кинотеатре, и какие жанры больше приспособлены именно вот для просмотра на большом экране, то, что, ну, человек лишает себя какого-то, какой-то части удовольствия, если он смотрит это на маленький. Нет, ну, это, естественно, это фантастика научная, там, боевики, где много взрывают, где много экшена, там, комиксы. Ну, не скрин лайф, наверное. Скрин лайф, поэтому и называется скрин лайф, что можно смотреть на экране, там, смартфона, я не знаю, компьютера. Насколько эта ситуация с коронавирусом, которая ударила и по очень такой важной составляющей киноиндустрии, как кинофестивали, где обычно фильмы, ну, вот, обкатываются, где их представляют, где понимают, ну, вот, какую-то первую реакцию, где они получают, ну, какие-то уже, ну, обрастают наградами, слухами, какими-то, значит, критическими статьями, и вот уже дальше их легче продвигать. Вот эта ситуация, которая лишила киноиндустрии такого тоже очень мощного рычага, насколько это может помешать? Ну, это просто идет, это, опять же, это приспособление к ситуации. То есть, теоретически, маркет, ну, даже не теоретически, а практически, например, проходят маркеты, все встречи, вот все эти, Каннский кинофестиваль, был только что Key Buyers Event в Москве, это все идет онлайн. И, то есть, ну, теоретически, вот там вот реальный скрин лайф происходит, да, потому что там идут панели, там идут обсуждения проектов, там идут презентации проектов, там показывают фильмы, то есть, ну, ты же можешь подключиться онлайн и смотреть это все. Просто идет немножко, ну, как бы приспособление к ситуации. Естественно, личный контакт – это всегда нужно, это всегда хорошо, но если нельзя, то можно выйти из ситуации и сделать вот что-то такое онлайн. И это делается уже, это успешно было прокатано за вот эти пару месяцев, то есть, недавно завершился Каннский виртуальный фестиваль. Ну, это я имею в виду, конечно, не вот это все грандиозное событие, а где встречаются представители индустрии. Ну, то есть, рынок такой, да? Рынок, да, ну, маркет-рынок, да, где встречаются и там обсуждается новый проект, продаются, покупаются, соответственно, вот такой, ну, такой чисто деловой такой, за кулисами, что происходит. Раньше это были личные встречи, сейчас, вот в течение двух месяцев это онлайн такое событие. То есть, насколько, не получается ли ситуация такая, что кинопрокат покупает кота в мешке, но не зная, все-таки вот, ну, не имея возможности пощупать товар руками через онлайн? Ну, нет, такого я не думаю, честно говоря, потому что, ну, в принципе, как профессионалы ты уже можешь понять по картинке, по составу, по людям, которые работают над фильмом, насколько тебе это интересно, насколько это, и как это будет выглядеть на большом экране, будет ли это прибыльно. Ну, так что это, это, это меньшее из проблем. У нас люди, например, которые участвовали в виртуальном Каннском кинофестивале, они просто вышли на берег, значит, речки, на песок, выставили экран, взяли вино, взяли круассаны, и, в принципе, ну, почувствовали себя в Каннах. Вот, так что можно по-любому выходить из ситуации. Я, кстати, вспоминаю годы своей учебы в историко-архивном институте, нам там говорили о том, что если взять, ну, условно говоря, документ, мы даже не зная, что в нем написано, можем, ну, предположить, если мы знаем, когда, время создания, кто, автор этого документа, в каких условиях он создавался, то есть примерно понятно, что, что он из себя представляет. То есть можно ли также сказать, что если мы знаем команду, которая снимала, то есть режиссера, там, тех, кто работал над декорациями, там, актеров, сценаристов? Это как раз одна из составляющих нашей работы, то есть ты уже понимаешь, там, по каким-то небольшим фрагментам, по составу режиссерскому, там, актерскому, команды съемочной, ты понимаешь, продюсерскому, естественно, ты понимаешь, человек может сделать зрелищное кино, хорошее кино. Плохое не покупаем, стараемся, но это понятно, как в любом бизнесе, то есть это, все-таки это прогноз, ты не можешь быть на 100% уверен, как стартанет кино или вот как внезапно случится такая пандемия и все, и ничего нет просто, все остановилось, и не снимается, и не показывается, и все. Российский рынок, российское кино, насколько оно востребовано у нас в Латвии, если к нему интересно, насколько здесь, ну, какие-то есть ли, ну, известно ли о каких-то ближайших тоже премьерах российского производства? Ну, вот мы подумали и привезли сюда последний фильм, спродюсированный компанией Бондарчука «Водород», называется «Спутник». Это фильм дебютанта Егора Абраменко, режиссера, с Акиншиной, да, и с Федоровым. Бондарчуком самим, да? Нет, с Федоровым. Ну да, там Федоров и сам Бондарчук. Бондарчук тоже играет, да. Это такая фантастика, ужасник, это что-то смесь там Чужого с Веномом, это, как бы, это такой антураж Советского Союза 80-х годов, когда там космонавт прилетает, соответственно, возвращается с орбиты на Землю, но не один. Вернее, их было двое, один погиб, а выживший выжил, но и непонятно, что с ним происходит. И вызывают, ну, если так сказать, специалиста-психолога, чтобы понять, что происходит, и вот на этом начинается вот такая загадка, столкновение с чем-то. Ну, там, в принципе, те, кто видел трейлер, понимают, что там происходит, ну, кто не видел, пусть это будет большим сюрпризом. Здесь вот именно мне показалось очень интересным то, что, казалось бы, такие типичные, ну, вот сюжетные ходы такого блокбастера голливудского, они перенесены даже вот на советскую почву. То есть, вот это действие происходит в 80-е годы, и сама по себе вот обстановка, то есть, и интерьеры, и это происходит в таком закрытом советском… Да, ну, это на уровне сделанный фильм, просто Бондарчук, ну, он как бы один из немногих российских режиссеров, кто может по зрелищности, по крайней мере, конкурировать с Голливудом, когда очень… Ну, он умеет, как сказать, сложно постановочное кино, есть такой термин, где много всего задействовано, спецэффектов, массовки и прочих. Он умеет с этим работать и может сделать такое кино, ну, попкорновое кино для большого экрана, вот как раз говоря о том, что лучше вот такое кино, например, посмотреть на большом экране. Тем более, что сейчас это предлагается за меньшую плату, чем обычно, поэтому… И мне еще очень понравилось, действительно, что там достигались вот все эти эффекты ужаса, ну, и страха, не за счет, ну, таких простых ходов, когда что-то внезапно резко, какие-то звуки происходят или что-то еще, но здесь вот именно достигалось какой-то такой вот очень кропотливой работы операторской, когда нас вот готовят к чему-то такому страшному. Ну, вот я говорю, это на уровне Голливуда сделанный фильм, хорошее кино, ну, именно для попкорна, для немножко пощекотать нервы. Еще, может быть, я не знаю, какие-то есть российские премьеры или зарубежные? Ну, пока сложно, потому что пока у них самих еще ничего не кончилось, производство где-то как-то постепенно налаживается, фильмов, и, соответственно, они тоже, так же, как и Голливуд, они не хотят запускать большие крупные проекты, пока нет базы для… Ну, потому что это все равно бизнес, нужны какие-то доходы с этого, чтобы дальше продолжать снимать кино. А есть ли какие-то данные вот о том съемке фильмов, ну, я знаю, что возобновляются, должны возобновиться съемки очередной миссии невыполнимы, которые были прерваны? Тогда же, по-моему, даже Том Круз попал, приехав в Италию, был вынужден находиться на самоизоляции, в отеле его заперли. Ну, здесь Микки Рурк тоже застрял, посидел пару недель. То есть, то, что такие вот, с одной стороны, курьезные, но, с другой стороны, драматические события, потому что остановилось производство, вот что, как сейчас это все происходит? Это тоже, опять же, пересмотр всего процесса киноделания, так скажем, потому что очень много можно делать удаленно, скажем так. Не обязательно, чтобы все прямо находились, вся съемочная группа находилась в одном помещении. Можно много делать по видеосвязи, и вот так, например, Бекмамбетов работает, у него выйдет новый фильм про летчика Девятаева. Это тоже масштабное кино про Вторую мировую, там, где летчик Девятаев попал в плен. Ну, это знаменитая, на самом деле, история. Советский летчик Девятаев попал в плен, потом успешно захватывает самолет немецкий, и чертежи бомбы V2, и, соответственно, улетает оттуда. Ну, то есть, зрелищное кино, что-то там с Данкирком, опять же, эти все воздушные бои, там это все очень... Он, например, и Бекмамбетов выступает в качестве продюсера, и они не прекращали съемки, они все, насколько можно, они удалили всех, все делалось через мониторы. Ну, поскольку он сам приверженец скрин-лайфа, опять, то для него это как бы натуральный, естественный шаг дальнейшего развития кинематографа как такового. Он его будет снимать, кстати, в двух вариантах, этот фильм, для обычного, ну, как бы горизонтальный экран обычный и вертикальный для мобильных телефонов. Ну, это его чистая фишка, потому что он видит это будущее кино, именно связанное с гаджетами, скажем так. Хотя я не знаю, как можно смотреть там какие-то пролеты самолетов, бои воздушные на экране мобильника, ну, не знаю, интересно будет посмотреть, что будет. Я читал с большой тоже иронией написанный материал, который рассказывал о новых правилах съемок, которые распространяли в Великобритании, по-моему. Ну, это вот было на каком-то из, по-моему, американских киносайтов. И там обращали внимание на то, что, ну, люди, которые составляли эти правила, очевидно, не в курсе, что актерам все-таки там нужно иногда целоваться на экране. И вот все эти вот требования дистанции двух метров, то есть там, ну, просто автор иронизировал и спрашивал, каким образом можно снять вот любовную сцену на расстоянии двух метров, и как актеры должны себя вести. То есть, ну, вот очень много вопросов было. Вот это, в принципе, ну, насколько усложняет все эти процессы? Естественно, усложняет. Но, например, сейчас вот тоже Джеймс Кэмерон возобновил съемки «Аватара». Ну, один из выходов – это вот они прилетели в Новую Зеландию, где нету кейсов, мне кажется, ковида уже там недели две, по-моему. У них даже разрешили регби, разрешили, там стадионы полные, они вернулись назад. Но там у них условия обязательно, ты прилетаешь в эту страну, сидишь две недели в карантине, и выходишь оттуда, и начинаешь работать, как обычно. Ну, вот еще такой вариант есть. То есть, что понятно, что ты прилетаешь со съемочной группой, эта съемочная группа сидит в карантине, соответственно, все здоровы и могут выходить и работать, как обычно. Ну, вот, то есть, целоваться, да? Да. И что там нужно еще. Ну, и, наверное, уже вот самые последние у нас просто минутки программы. Будущее кинематографа. Вот насколько повлияло ли, ну, повлияет ли эта ситуация задуматься о, не знаю, каких-то новых возможностях подстраховаться от каких-то таких вот неприятностей? Что, что, нет ли каких-то планов, идеи? Ну, пока вакцины нет, конечно, у всех, ну, переживание, волнение, как это все будет сейчас происходить. Особенно, если мы видим, что в некоторых местах, ну, более-менее ситуация, в других, наоборот, все только начинается, как говорится. Поэтому индустрия не застрахована от этого, естественно. Плюс был провал в 2-3 месяца и до сих пор продолжается в производстве фильмов. Естественно, индустрия ждет очень долгая рецессия, то есть, восстановление. Ну, я, конечно, смею надеяться, что люди просто соскучатся по большому хорошему кино. Все-таки это одна из составляющих нашей жизни, культурной вообще. И, ну, естественно, пока нет возможности, стриминг – хорошая вещь, и все. Но, естественно, лучше смотреть зрелищно, с хорошим звуком на большом экране. Я надеюсь, что победит все-таки вот эта точка зрения, что люди соскучатся, а не наоборот. Все, ну, нам больше не надо. Ну, мы привыкли вот смартфон. Ну, не получится ли так, что вот эта яма, как обычно говорят, демографическая яма, она затем аукается через поколение? То есть, вот, ну, меньше бы рождалось детей, соответственно, потом у них снова вот будет меньше рождаться детей. Вот сейчас три месяца были простоя, и вот эти вот три месяца, то есть, сейчас, ну, выйдут те фильмы, которые были сняты до пандемии, а затем снова будет яма, потому что вот в эти три месяца не снималось кино. Ну, я надеюсь, там распределят так, чтобы не было ямы, скажем так. И все-таки что-то снимается уже, и многие проекты остановились на стадии уже постпродакшена, когда уже все снято, просто нужно доработать, там, спецэффекты и звук прочее. Поэтому я надеюсь, что не будет так. Ну, так что прям вот, я говорю, когда, ну, а уж когда и вакцину изобретут, когда это уже отойдет ковид, это идет на второй план, тогда, мне кажется, ну, постепенно все должно вернуться более-менее. Конечно, никто не отменял стриминговые сервисы, которые тоже довольно мощно наступают, но мне кажется, все-таки кино, у кино есть своя ниша, и уж кино не уничтожил ни домашнее видео, ни телевидение, сколько раз предрекали смерть большому кино. Ну, вот, вроде бы, выживаем. Ну, я понимаю, что «Оскар», «Золотой глобус», они, по-моему, так передвигают. Передвигаются, да, передвигаются. Но это не так, с запасом, чтобы на всякий случай, да, обжегшись на молоке, дует на воду, чтобы не вышло так, что... Потом не будет фильмов, да, чтобы посмотреть. Ну, что же, на самом деле у нас время завершилось. Спасибо большое, Александр Дубаневич, представитель «Акмофильм», сегодня был в нашей программе «Синема». Я ещё раз напоминаю, что сегодня открылся кино «Цитаделла», возобновил работу, и до этого «Аполлокино», до этого «Синамон», то есть, в принципе, все кинотеатры начали. Смотрите кино, и, если есть возможность, поддержите киноиндустрию. Спасибо, до свидания. Спасибо.